Всем привет! Оперативная память один из основных компонентов высокого FPS на процессорах Ryzen. От того, какую оперативку вы поставите, в целом и зависит производительность сборки на Ryzen 5 3600. В этом видео я хочу сделать краткий обзор рынка оперативной памяти и посоветовать вам как неплохие планки АЗУ за малые деньги, так и достаточно топовые плашки, пригодные к хорошему разгону. Разделять оперативную память на какие-то категории я не буду. Просто начну с самых дешевых планок и плавно перейду к самым дорогим. Думаю, многие уже знают, что оперативная память для Ryzen 5 3600 не должна быть очень дорогой. Этот процессор относится к среднему сегменту, поэтому рекомендовать ставить планки по 4000 МГц я не буду. Но просто расскажу о них в двух словах. Вся оперативка для Ryzen 5 3600 выбиралась по соотношению цена-качество и по наличию на рынке в крупных магазинах. Ведь мало кому будет интересно выискивать какую-то оперативу, которая почти нигде не продается сейчас. Если кто не знает, по каким критериям вообще выбирается оперативная память, то по ходу видео вы поймете, что главная цель выбрать большую частоту при меньших таймингах. Ну а перед тем, как перейти к обзору рынка оперативной памяти, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для вас-то секунда делов, а мне будет приятно. Ну что ж, давайте перейдем к самой бюджетной оперативной памяти для Ryzen 5 3600. Это обычная зеленая планка от Crucial на 8 гигабайт. Точную модель вы можете видеть на экране. Основные плюсы этой планки это цена и возможность разгона. Цена на такую одну планку составляет 2700 рублей. Или 5400 рублей за кит на 16 гигабайт. За эти деньги вы получите оперативную память, которая спокойно возьмет 3200 мегагерц. Этой частоты оперативки вполне хватит для Ryzen 5 3600. Если быть точным, то мне удавалось разогнать эти планки до 3200 мегагерц при таймингах 16, 18, 18, 38. Однако не стоит забывать про рандом. И возможно именно для ваших планок понадобятся немного другие тайминги. В целом делать бюджетную сборку ПК на Ryzen 5 3600 это всегда рандом. Ведь никто вам не гарантирует, что эта дешевая зеленка заведется на большой частоте. Но если денег немного и хочется пошаманить с таймингами, то почему бы и нет. И следующий АЗУ для Ryzen 5 3600 я бы советовал взять модули Samsung. Также по 8 гигабайт. Более опытные сборщики компов наверное уже знают, что Samsung делает неплохую оперативу. Из которой за малые деньги можно вытянуть огромную частоту. Например из этих планок если повезет, конечно можно вытянуть 3600 мегагерц при 19 таймингах и вольтаже в 1.35 вольта. Но может не повезти и придется удовольствоваться с чуть меньшей частотой. Цена на них сейчас составляет 2900 рублей за планку или 5800 за кит на 16 гигабайт. Не сильно дороже чем планки от Crucial, но и частоту можно получить чуть больше. Кстати полные модели всех планок из видео я оставлю в комментариях, чтобы вы могли их быстро найти в магазинах. Обе эти планки я бы отнес к самым бюджетным решениям, покупая которые вы идете на риск не получить желаемый результат. Ведь XMP профиля у них попросту нет. Но если денег не сильно много, а хочется попытаться взять максимально хорошую оперативную память для Ryzen 5 3600, то вполне можно брать и гнать ручками. Если у кого-то уже были такие планки, напишите в комментариях, каких значений вам удалось достичь на них. Думаю всем будет интересно почитать. Ну а я потихоньку буду переходить к уже более дорогой оперативке, которая идеально подойдет в игровую сборку на Ryzen 5 3600. И это планки Patriot Viper Steel на 8 гигабайт. Эта оперативка уже имеет стильные радиаторы и с завода работает на 3200 мегагерцах. Купить ее можно за скромные 3250 рублей за плашку на 8 гигабайт. Или 6500 рублей за кит на 16 гигабайт. Это одна из самых удачных АЗУ, которая из коробки работает на 3200 мегагерцах с включенным XMP и стоит достаточно недорого. Кстати, она имеет 16 тайминги при 3200 мегагерцах, что вполне достойно за эти деньги. Разгонного потанцевала тут немного. Мне удавалось вытянуть из этих плашек 3400 мегагерц при 19 таймингах. Возможно, АЗУ не сильно удачной попалась. Но такой разгон явно был ей не нужен и она отлично работала на своем родном XMP. В общем, для любителей вставить и забыть это идеальный вариант. Также на рынке оперативной памяти сейчас есть неплохой конкурент Vyper Steel и это планки Kingston HyperX Fury, которые довольно сильно подешевели. Одну планку можно найти сейчас за 3400 рублей, а две планки общим объемом 16 гигабайт обойдутся всего в 6800 рублей. По родному XMP планки работают на частоте 3000 мегагерц, но с красивыми 15 таймингами. На 16 таймингах можно выжать из них 3400 мегагерц, что чутка лучше, чем у планок от Patriot. В целом и частоты 3200 мегагерц хватит для сборки на Ryzen 5 3600, но лишними 200 мегагерц точно не будут. Ну и есть выбор по дизайну, примерно за одну сумму и частоту. Кому-то больше приглянутся Patriot Vyper Steel с их серыми радиаторами, а кому-то черный HyperX Fury. В целом этих плашек ОЗУ уже хватит для достаточно большой производительности Ryzen 5 3600. Все дальнейшие планки с более большой частотой принесут вам небольшой прирост FPS, но заплатить за них придется намного больше, чем вы увидите кадров. Например, есть неплохие модули Patriot Vyper 4 с яркими красными радиаторами. Данные планки способны работать при родном XMP на 3400 мегагерцах при 16 таймингах. Но стоимость за одну планку уже составляет 3900 рублей, или 7800 рублей за кит из двух планок по 8 гигов. Разогнать такую память можно вплоть до 3800 мегагерц при 18 таймингах. Есть еще одна достаточно читерская оперативная память, идеально подходящая для Ryzen 5 3600. Всего за те же деньги 7800 рублей вы можете купить кит памяти Kingston HyperX Predator на 16 гигабайт. Однако ее базовая частота будет 3200 мегагерц при 16 таймингах. Но большинство этих планок способны покорить частоту в 4000 мегагерц при таймингах 18. Такой частоты оперативной памяти с головой хватит для Ryzen 5 3600. Дальше этих модулей следуют уже планки, работающие из коробки на 4000 мегагерц. Перечислять их будет достаточно сложно, ведь их по факту целая гора, на любой вкус и цвет. Назову лишь самую дешевую оперативную память, чтобы вы имели представление, сколько денег придется выложить за 4000 мегагерц в игровой сборке. Модули Patriot Viper 4 Blackout можно найти по цене 5250 рублей за планку, или 10500 рублей за кит на 16 гигабайт. XMP профиль этих модулей позволяет запустить на частоте 4000 мегагерц при 19 таймингах. Более дорогие модули просто будут оснащаться чуть лучшим охлаждением или RGB подсветкой, или иметь на борту чуть меньшие тайминги. В целом вот такой список оперативной памяти я составил для сборки ПК на Ryzen 5 3600. Если вы считаете какую-то память не самой удачной, или хотите предложить более лучший вариант, то напишите ваше мнение в комментариях. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. Это лучшая благодарность от вас за проделанный труд над этим видео. До скорых встреч!